И в продолжение темы. Как не подписать незаметно для самого себя кредитный договор и не отдать деньги за то, что тебе не поможет? Об этом я поговорю со специалистом по защите прав потребителей Вячеславом Курилиным. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Как доказать в подобных случаях, что ты прав, что не знал, какую бумагу подписываешь? Может, стоит делать видеозапись во время подобной консультации? На самом деле это не будет безусловным доказательством. В принципе, есть способ защиты – это не брать с собой документы. Всегда, когда идет звонок, приглашают – придите, мы вам все бесплатно сделаем. Конечно, настораживать должно слово «бесплатно». Особенно медицинские услуги. Понятно, что здесь этого просто быть не может. Подкупает людей, как правило, именно, что это соцпрограмма, организованная правительством и тому подобное. И всегда настойчиво требуют паспорт. Но, в принципе, если вы хотите просто не попасть в мышеловку, а вы хотите узнать, все-таки работает это или это какой-то обман, не возьмите с собой документы, паспорт, другие документы и просто сходите туда, посмотрите. Вам, в принципе, наверняка сразу станет все понятно. Но при этом вас не смогут ввести в заблуждение и договор, допустим, тот же кредитный, не смогут составить. Если кредитный договор все же подписан, что делать? В принципе, первый шаг – это претензия. Пишется претензия о том, что заключен какой-то договор, и если это договор услуг, то ввиду ненадобности прошу договор расторгнуть и вернуть денежные средства. Это первый шаг претензионный. Как правило, игнорируется претензия со стороны данных организации, и в дальнейшем это обращение в суд. Также я рекомендую, что с учетом того объема проблемы, который на сегодня есть, и с учетом тех пояснений, которые даются, в принципе, можно сказать, пострадавшими, то есть люди одно и то же рассказывают о том, что имеется факт введения в заблуждение, имеется факт вот такого мошенничества, здесь можно обращаться и в правоохранительные органы. В данном случае, конечно, не помешают аудиозаписи, видеозаписи. Это ситуации, когда разъясняется одно, а в документах написано иное совсем. Вот в гражданско-правовых отношениях это использовать крайне сложно. А вот с точки зрения уголовного законодательства того же мошенничества, это вполне несомый аргумент. Спасибо, Вячеслав, за беседу. А я напомню, на связи со студией был специалист по защите прав потребителей Вячеслав Курилин.